Итак, всем категорически привет! Сегодня речь пойдет у нас о маточном молочке. Сейчас у нас конец мая, семья у нас сходит в рывовое состояние, и у нас есть хорошая возможность выработать маточное молочко. Я здесь не буду сейчас рассказывать о каких-то сверхспособностях, о сверхсвойствах этого продукта, о том, что оно может излечить от рака или еще от чего-то. Нет, я скажу, как используем его мы и какие наблюдения в ходе использования этого вещества мы подметили. Значит, принимает это маточное молочко только сын. Я собираю для сына его. Значит, пчелы оттягивают маточники. Вот так вот они выглядят. Когда маточник закрыт, скорее всего, там уже значит, большая матка. Сейчас я его вскрою. Да, червячок, скорее всего, там уже все маточное молочко он потребил. Самые хорошие маточники, это вот такие вот, которые еще не запечатаны. Они обычно максимальное количество молочка содержат на шестой день, как говорят. Вот так выглядит маточник внутри. Там, если вы видите, внутри червячок. Это будущая матка. Маточное молочко нужно как можно быстрее поместить в холодное место. Хранить его необходимо в морозилке, при желательно минус 18 градусов. Если есть возможность, при более низких температурах, можно при более низких температурах. Мы его храним, значит, в одноразовых шприцах. Берем шприц. Берем маточник. В маточнике находится червячок. Червячка удаляем. Вот он, червячок. Червячок это будущая маточка у нас. Ее тоже можно съесть, она очень полезная и сладковатый вкус имеет. Берем специальный шпатель и дальше таким вот дезамысловатым движением извлекаем из него маточное молочко. Вот это есть маточное молочко. Вся соль данного продукта заключается в том, что пчелы его не добывают ниоткуда. То есть, это не из природы. Это они сами вырабатывают своими же железами. Почему называть сматочное молочко? Потому что питается данным продуктом всю жизнь матка. Матку не кормят ни пергой, ни медом. Они кормят только вот этими вот выделениями. Значит, вот это вот хороший маточник был. Хороший маточник содержит вот где-то 2, там, миллиграмма, по-моему, маточного молочка. Матка в течение всей своей жизни может, хорошая молодая матка, откладывать более 2000 яиц в сутки. И живет матка на протяжении до 7 лет, а может, и даже и больше. За счет того, что она питается вот этим маточным молочком. Основная рабочая пчела, она питается медом и пергой. Вот. Это факт. И живет? И живет, ну, самое долгое, это пчела, которая уходит в зиму, то есть, она выходит где-то осенью, она не работает, она не участвует в выкармливании расплода, не в медосборе, нигде не участвует. Она уходит в зиму, потом вот она перезимовала, выходит, чуть-чуть работает весной на медосборе, что выкармливает расплод молодой, ну, и все отходит. То есть, где-то 6 месяцев. Это при условии том, что она уходит в зимний анабиоз. То есть, чувствуете разницу, да? Матка живет 7 лет, максимально пчела, которая, так сказать, не работает большую часть своей жизни, она живет там полгода. А так вообще пчела может себя убить и за 2 недели, если хороший взяток, она... заполняем мы полностью вот этот шприц, закрываем его потом вот этой заглушечкой, одеваем иголочку, ну, чтобы было герметично. Все, это у нас хранится в течение года, за год сын его съедает. А значит, когда даем и поскольку? Даем в межсезонье, то есть, когда идет пара гриппов и всяких там простуд, например, это осень, весна. Также, когда ребенок у нас начинает заболевать, начинает сопливить, кашель появляется, то есть, чувствуем, что самочувствие у ребенка ухудшается, мы сразу начинаем курс. Значит, курс длится 10 дней. С утра натощак, как только он проснулся, до чистки зубов, желательно за 20 минут, потому что зубная паста разрушает маточное молочко, на кончике ложечки количество, которое содержится где-то в половине маточника. Вот так мы даем, ну, то есть, чуть-чуть. Вот, смешиваем это с медом и ему даем натощак. Иммунитет поднимается, то есть, что могу заверить, что очень хорошо действует на иммунитет. Иммунитет действительно у ребенка возрастает. Вот, тататфу, сильно ни разу не развалялся у нас за это время. То есть, эффект есть. По поводу других каких-то эффектов, которые пишут там, я не знаю, чуть ли не панацея от всех болезней, ничего не могу сказать. Вот, но иммунитет поднимает. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, лайки, балалайки, всем удачи, пока. Ну вот, из такого количества маточников получилось где-то около 9 мл молочка. Ценный продукт. 3 шприца. А не по 2 мл, но мы добавляем чуть ли... Ну, по 2,5 мл получается тут. То есть, 3 надо 7, там, 7,5 мл. Это получается ну, с 2-7 мл. мл. Субтитры создавал DimaTorzok